Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на все сферы, кроме, пожалуй, одной – родовспоможения. Роддома республики работают с прежней загрузкой, и даже акушерское отделение городского перинатального центра, перепрофилированное под инфекционный роддом, продолжает оказывать медицинскую помощь в штатном режиме. Наша съемочная группа в канун праздника отправилась туда, чтобы пожелать акушерам и новоиспеченным мамочкам здоровья. Это самый желанный звук для каждой женщины – это как бьется сердце ее ребенка. С началом пандемии акушерское отделение городского перинатального центра на улице 139-й стрелковой дивизии перепрофилировали в роддом для женщин с ковидом или ОРВИ. Излишне говорить, что такие женщины нуждаются в особом внимании и поддержке. Очень часто нам приходится использовать респираторную поддержку, то есть давать либо кислород, либо масочный, либо вспомогательную поддержку кислородом. Ну и бывают ситуации, когда доходим до неинвазивной ИВЛ. Именно поэтому акушеры не устают напоминать беременным. Берегите себя и будущего ребенка. Соблюдайте меры эпидемиологической безопасности. Но если все уже заболели, не занимайтесь самолечением. Немедленно обращайтесь к врачу. К счастью, будущих мам чаще встречается ОРВИ, и все обходится благополучно. Таким требовательным голосом маленький Тимофей подзывает папу, который томится под дверью. Впрочем, несколько минут ожидания ничего не значит. Впереди у них и дни, и месяцы, и годы, наполненные радостью общения. Теперь их трое. И приходите, пожалуйста, еще. А вот в семью Семенову чудо пришло в третий раз. К мужу и двум старшим дочкам Светлана вернется с новенькой девочкой, которая уже обещает стать настоящей красавицей. Лучшего подарка к женскому дню придумать просто невозможно. В преддверии такого светлого весеннего праздника, международного женского дня, я действительно поздравляю всех женщин, девочек, девушек, бабушек с наступающим праздником и желаю здоровья, радости, благополучия. И несмотря на наши определенные эпидемиологические особенности этого периода, быть оптимистичными и радостными. Здоровья всем! Ну а мы все поздравляем вас, дорогие врачи, акушерки, медсестры и нянечки. И вновь благодарим вас за то, что вы выбрали такую важную и такую нужную профессию.